Субтитры создавал DimaTorzok Парень сам написал, ему поставили 7 с половиной В первую очередь хочу представиться, меня зовут Павел Яковлев Кто-то из вас меня уже знает Я из спайки Перекоп, я являюсь членом группы художников и кураторов спайка Перекоп Мы современные художники, мы занимаемся искусством, которое шире, чем просто холстые краски Поэтому у нас вот такие выставки Хочу рассказать немного предыстории Просто дело в том, что у нас в Коломино есть галерея-отходники И ее основал наш организатор Глеб Блокович Блокович Мы ездили туда, в деревню, где мы проводили различного рода практики Мы пели, создавали музыку Также мы создавали различные инсталляции скульптурные Одним жарким днем мы даже ходили купаться И там есть река Ить Это такая небольшая речушка Ну, вы, наверное, знаете про эту реку Все из Ярославля, да? Да В Ярославской области есть река Ить Ее протяженность 68 километров Она впадает в Волгу В том месте, где стоит деревня Есть место, куда приходят местные жители купаться Это место называется Бачак Там расположен крупный камень И в простонародье еще это место называется Большого Камня Ну, это... Пойдем купаться к камням Когда мы проводили музыкальную практику У нас были зрители, слушатели В основном это были детишки И вот был такой разговор у детей Что кто-то заметил такую фразу на том краю Глеб ее услышал Сразу начал вспоминать, что эта фраза Очень часто звучала в лексиконе деревни И в какой-то момент начала улетучиваться И он хотел эту фразу все-таки запечатлеть Чтобы она оставалась в истории Чтобы вы понимали На том краю Это вот о деревне Просто сама деревня вытянутая Она, если посмотреть сверху В форме прямоугольника И если ты находишься на одном краю этого прямоугольника Ты здесь То все остальное это на том краю И вот таким образом люди разговаривают Что пойду на том краю что-нибудь сделаю Или там с того края принесу что-то Или кому-то к гостям пойду на том краю и так далее Так Сейчас, минуточку А, да Вот И мы еще делали скульптуру Как раз вот в том месте, где мы купались Мы ставили большое железобетонное сооружение Для этого сооружения нам нужны были камушки Камни-граи, чтобы укрепить фундамент Чтобы укрепить стенки Чтобы он не падал И вот мы целый день провели в этой речке Собирая по дну вот эти камни Гребя их в ведра Вытаскивали и засыпали туда К скульптуре И таким образом Появилась Такая фраза Что пойду, камушек найду И мы это все соединили в песне Про край, про камушек То, что мы это все делали Это все нас сплочало И эта песня нас сплочала Вот И появилась Сама песня Если вам интересно Здесь есть текст Возьмите, пожалуйста Саня, поможешь? Нет, давайте сегодня Появилась такая хорошая Можно даже сказать Застольная композиция Которую можно петь Даже без использования инструментов Просто Ну, просто брать и петь И вот Что я предлагаю Давайте сейчас споем ее Да Все в порядке Все будет хорошо Я думаю, что у нас получится Отпевать На том краю На том краю Кому-кому шерк вискал Кому-кому шерк найду Кому-кому шерк отдам Кому-кому шерк верну На том краю На том краю Кому-кому шерк найду Соня-кому шерк найду Батя-кому шерк верну На том краю 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 Я иду найду На том краю Себя найду На том краю Любовь найду На том краю Мечту найду На том краю Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» нельзя. Можно их положить на стекло, которое тоже здесь предоставлено. Можно положить на микроскоп и посмотреть в микроскоп, пытаться разглядеть какие-то элементы этого камушка, и все он состоит. Что это? Выставка, у нас есть печеньки, есть чай, можно... Мы не посмотрели, а как много вы их нашли? Ну, вообще, сколько прошли и сколько нашли, да. Мы прошли где-то километра полтора, если считать, кто-то и нашли где-то пакетик. Вопрос-то все равно открыт, а почему их так много осталось? Почему их так много осталось? Да, на наши дни, да. Но их, в принципе, было много. Это стадные животные, их было очень много, они хорошо размножались, хорошо ели и хорошо себя чувствовали. Они не везде есть. Не везде. Надо поискать. Надо поискать. Вообще, они есть по всей земле. Если что, волка как бы она нам выносит. Они не выносит. Они из почвы? Не выносит. Волка является естественным вымывателем. А, из почвы? Да, они в почвах. Вот есть, например, такая история про Саратовскую область. Там вот они, например, выкапываются просто из земли. То есть, река здесь вообще не причем. Да, просто люди приходят, выкапывают, выкапывают. У нас здесь это место, как бы, казалось, да? Нам повезло. У нас есть такое место. Вот, кстати, если посмотреть, там еще есть картина, где изображена река села Глебово. И там мы тоже были, там тоже искали. Прошли меньше, конечно, но нашли тоже порядочные новые. В основном, хамониты встречаются. Белиниты. Я думаю, что вот если на уровне реки, то примерно вот в таком слое. Может быть, где-то выше они тоже есть. Может, тоже выше есть. Но, скорее всего, в таком слое, потому что если глянуть в Тутаеве, то там вот берег вот такой лиц. И они туда находятся. Если есть какие-то вопросы, можно общаться на регито. А сейчас размерах вы примерно подобрали один и тот же? Или они из линейка? Нет, есть больше. Есть разного размера. Вообще, в Ярославской области встречаются в основном, ну вот, от микроскопических примерно до 16 сантиметров. 16 сантиметров – это край. Если верить историкам, которые занимаются, предпалеонтологам, которые занимаются изучением этих существ, то на территории Ярославской области литали небольшие, примерно в длину 45 сантиметров, вот такие кальмарчики. Ну, то есть, если подумать, то у них часть – это щупальца, часть – это вот этот отросток. На него остается немного. Но где-то присутствуют и двухметровые особи. И еще хочу затронуть тему денег, поскольку мы здесь хотим отменить деньги на два дня. Вот, например, вот всегда меня мучил вопрос, что почему мы постоянно тратим, почему постоянно нужно что-то купить, почему вот купи-купи, нужно вот сходить-купи, где-то сходить деньги отдать. И вот с этими деньгами очень много мороки появляются. И вот это происходит в какой-то уже, чуть ли не, не знаю, что-то похожее на веру уже, что вот деньги – это то, к чему мы, в принципе, уделяем все свое время почти что. Поэтому вот почему бы и не помыслить такое, что, например, деньги исчезли, что вот нет больше денег, и может не надо ничего покупать, хотя бы два дня ничего не покупать, чтобы вот заняться какими-то другими делами, и понаблюдать за собой, почему появляется вот это желание что-то купить, как оно появляется, и, ну, из чего это вообще возникает. Может быть, можно как-то его обходить, может, можно с этим еще что-то делать. Вот. И хочется заменить деньги, например, каким-то, какой-то другой вещью, вот, например, камушек. Но заменить не так, как будто бы это какая-то монетка, или опять какой-то денежный знак, что, в принципе, не изменит ничего тогда. А именно как объект, как какая-то сакральная вещь, которая вот стоит где-то рядом с обменом, с какой-то сакральной передачей чего-то. То есть это уже что-то связанное с даром. И если подумать, то вот эти белемниты, которые плавали в доисторическом море миллионы лет назад, что-то ели, что-то пожирали. Если посмотреть, почитать про этих животных, то можно понять, что они очень прожорливые, они съедают все. И вот если представить, что они сейчас плывут в каком-то море капитализма и пожирают его, пожирают эту опухоль покупания чего-то, и, может быть, мы как-то избавимся от этой привычки что-либо покупать. Еще хочу сказать, что эти камушки, они состоят из кальцита, но изначально это было скорее что-то вроде хрящевидного такого нароста на животном, похожем на кальмара. Вот. И вот сейчас вот я предлагаю вам подойти, посмотреть на эти камушки, рассмотреть, что-то на них увидеть, что-то у них увидеть, вот с этими мыслями, которые я вам сейчас только что передал. Причем мужик отправлял, он говорит, я чуть ли не успеваю, отправил через день, говорит, я за то, что через день отправил, я еще не отправил. Вот этот, скорее всего, мы нашли раньше, чем он подвергся обработке водой. То есть вот этот, скорее всего, что корабли плавают по Волге, и постоянные волны, они обрабатывают камушки, вот такого округлого кусочка. Как коричневый сахар, да? То есть вот так смотрели? Да, ну, к следующему, если поднести, он вообще очень ярко светится. Это тоже одна из, ну, бочек. Да, то есть некоторые более прозрачные, некоторые менее прозрачные, это все мы отражаем вот в этих таблицах, которые здесь есть. Вот этот материал, он получается какой-то полупрозрачный, с включением. И вот эти включения, они играют. Ну, плюс он еще, ну, потрескавшийся. Ярославы также встречаются немножко перетизированные вот эти вещи. То есть вообще процесс окаменевания таких вот органических структур, он связан еще с замещением органической структуры какой-то более интересной. Например, лид, либо вот более дорогие варианты, это опал. Но опал у нас не встречаются, опалы встречаются в Австралии. Потому что Австралия, в принципе, она, как бы, родина опалов. Там очень много опалов. Также в Африке есть. Здесь, а? Здесь, а? Здесь что-то есть? А, нет. А, вот великом, да? Здесь сейчас это было. Оооо, бедрынджай. О, здесь, да? Или это? Оооо. Оооо. Это зависит от этих существ. Он так вот скучен, да? Да. Но он, если посмотреть, он вот там вот живет. А, как рученик. Да, почти что так. И у него вот это вот нарастало, нарастало. И представляет из юно. А, вот эта дырочка? Вот эта здоровая дырочка. Вот эта здоровая дырочка. Скорее всего, да. Скорее всего, он был дальше. То есть вот дырочка идет вот где-то до сюда. А дальше уже? А дальше уже? Просто вот этот торговой нарост и все. Больше ничего нет. Ну вот форма гильза ведь, да? Прям такая. Вот если себе работа. Да, она нам очень напоминает. А форма чего? Гильза? Или хулик. Да. Мы, кстати, это отражали здесь тоже. Мы тоже, да? Вот. Вид. Пулевидный. Целью. Ася? Да. Я вам покажу. Я вам покажу. Ну, вообще, как он вообще? Аркози стоял. Контраст. Ее настроение и ее ощущения передавались без людей. Ну, это вообще прикольно. Да, не прикольно. Конфетия хороша. Какой? Да. Да. Чтобы подкорректировать, вот тут вот на сбоку вот эти вот. Только сильно не крутит. Вот она уже там уже перестанет. Такие стеклянные. Такие стеклянные. Да. Ага, по-моему. Вон еще с непредесной краской. А? И что? Я с непредесной, не знаю. Спасибо. Здесь же не отойдет. Здесь же полный. Здесь же полный. Здесь же полный. Есть? Угу. Ага. Угу. 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 Так оставить его там или обратно? Да, можно оставить. Пускай другие еще посмотрят. Угу. 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 …вот Putting Professor in the room. ВотPC. Да. Нет스를? Угу. Ну алиец. Не знаю потребность на datedinen часа. Положите. А, коробочки делали. Коробочки? Ну и скайленные. Мы с ними тоже работали. Видишь, у каждой коробочки, да? Можно прочитать, попробую прочитать, там написано Вернадьевская, Попадка и город Ярославль И туда все перемешать не будут Мы сами заменим, что не мешали Мы не мешали, а мы не мешали Это замечали, что здесь присутствуют Вернадьевская, Попадка и город Ярославль Мы не мешали, что здесь есть Вернадьевская, Попадка и город Ярославль Получается, что он не знает Он не знает Как же в этой форме Он может поднять Да, это не знает но видно вот здесь вот здесь отмечаем вот здесь например прозрачность 2 по шкале прозрачность 8 прозрачность 8 это вот этот камушек то есть он практически не прозрачный тем чем больше цифра где положение прозрачным показывать эти крепления не дают есть предположение что прозрачность 1 это скорее всего опалубы добавок мы пока не добрались там какой вы будешь там внутри внутри это то место где он внутри нее а все остальное это просто большой здесь не написано прозрачность у этого 7 например а у этого прозрачность 3 если лучше на базе оценивать лаборатории шероховатость это шероховатость меньше чем измеряем массу измеряю с помощью поверенного поверенника если поверен и данные поверки передали на федеральную функциональность все абсолютно вот короче это все а это а это а а а а а Продолжение следует...